После краха путинской военной машины, освобождения Украины и неизбежного после этого развала путинской вертикали власти, по словам Гарри Каспарова, России потребуется выстроить новую концепцию государства. Вот и главная задача антивоенной конференции в Вильнюсе собрать российскую оппозицию и сформулировать видение России будущего. России без Путина. Я не сомневаюсь, что геополитический крах путинской концепции, он в головах многих наших сограждан все-таки похоронит имперскую идею. Вот эта война должна стать, на мой взгляд, если у России есть будущее, последней войной Российской империи. Я очень надеюсь, что вот это очищение в головах большинства российских граждан произойдет, когда украинский флаг будет поднят с Европой. Сейчас мы помогаем уже не только украинским военным беженцам, мы непосредственно оказываем помощь самой Украине, мы поставляем генераторы, лекарства, теплую одежду, еду, потому что то, что сейчас створит путинский режим, когда он бомбит мирную инфраструктуру мирных жителей, это страшное преступление. Мне кажется, что вот для нас, для россиян, для российских активистов, это просто терапевтично, помощь Украине, это то немногое, что мы можем сделать. Тон дискуссиям конференций задают их же название. Русская вина, варваризация России на пороге нового средневековья, русский рейх будет разрушен. Но для начала, говорят, здесь должен рухнуть режим Путина. Не без участия одурманенного пропагандой российского общества, у которого, правда, пока нет внутреннего потенциала для противодействия войне. Мы считаем, что часть общества тяжело больна, безусловно. Ну, расходятся только в числе процентов, сколько больного. Точно понятно, что 30% нужно будет лечить. Лечить психологически, лечить изменением контента, средств массовой информации, предоставлением информации. Это будет непростая задача. Наверное, в каждом обществе такое было, которое подверглось такому мощному психологическому давлению. Общество должно для себя понять, что вариантов два – китайская провинция, саталин Китая, или попытка вернуться в Европу. А вариантов других не существует. Россия уже сегодня находится в преддверии экономического краха. А военное поражение – это же, на самом деле, возвращение сотен тысяч вооруженных, озлобленных людей. Это миллионы беженцев. Это все на фоне экономической разрухи. И в этой ситуации запрос общества будет на формирование той власти, которая сможет обеспечить нормальную жизнь. Остановить Путина можно только одним способом – военным. Участники форума «Свободной России» призвали Запад поставлять Украине оружие, способное поражать военные базы противника, цитата, где бы они ни находились. Белорусские оппозиционеры добавляют. Это касается и режима Лукашенко, армия которого в любой момент может вторгнуться в Украину. Наши источники в белорусской армии говорят о том, что их готовят. Готовят и называется даже время, возможно, в феврале белорусские военнослужащие войдут на территорию Украины. Есть такая серьезная угроза. Другое дело, почему Лукашенко до сих пор вместе с Путиным не отправляет белорусских военнослужащих в Украину. Потому что они понимают, что большинство белорусов, абсолютное, подавляющее, выступают против этой войны. И в случае, если белорусская армия войдет на территорию Украины, я убеждена, что абсолютное большинство, больше половины, просто сдастся в плен. Кстати, Лукашенко очень боится этого сценария, что белорусская армия сдастся в плен, перейдет впоследствии в полк Калиновского и вернется в Беларусь освобождать ее от диктатуры. Россия еще только предстоит найти свое место в семье цивилизованных народов, говорит Гарри Каспаров. Но эта задача, по его словам, на фоне войны в Украине из области теории переходит в область практики. И российская эмиграция, и старая, и новая должна взять ответственность за решение этой задачи на себя. Больше некому. Поддерживать диалог с Западом и параллельно продолжать помогать Украине, которая, как часто говорят политики в странах Балтии, сегодня воюет за всю Европу. Владислав Андреев. Настоящее время Америка. Вильнюс. Литва. Субтитры создавал DimaTorzok